Друзья, всем привет! Любопытно, какие лица были у индусов, когда они поняли, что халявной нефти больше не будет. Россия и Индия – друзья навек. Такие лозунги стали активно декларировать в России после введения санкций. Ведь Запад от нас отвернулся, а поставлять природные ресурсы кому-то надо. И кажется, что Индия выступила в качестве надежного партнера, подставив надежное плечо в тяжелый момент. Нефть покупает, американских не боится. Но это лишь на первый взгляд, ведь под отношениями Москвы и Нью-Дили скрывается множество подводных камней. Индусы умели дружить еще во времена СССР в годы Советского Союза и Запада, Индия выступала в качестве нашего надежного партнера. И почему ей не выступать? Руководство СССР разбрасывалось ресурсами направо и налево, рассчитывая купить дружбу и преданность. И индийские власти увидели в этом отличную возможность обогатиться. Ведь это сейчас Индия, страна с экономикой, растущей быстрее других в современном мире. А в эпоху СССР она нуждалась в непрерывной поддержке. И Советский Союз ее предоставил. Конечно, средства выделялись в кредит. Но кто сегодня готов безвозмездно помогать? Даже США, будучи партнером Германии или Великобритании, вряд ли согласятся передать пару миллиардов долларов просто в дар. Вот и Индия получала от СССР средства, гарантируя их возврат в скором будущем. И деньги выделялись в советских рублях. Валюта крепкая, надежная. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что Советский Союз продержится всего 70 лет. Когда СССР не стало, на мировой арене остался его скромный и немощный правоприемник. Россия получила в наследство не только активы, но и многочисленные долги. Вот только отказываться от своих обязательств в Кремле никто не спешил. А ведь можно было покричать, что это все коммунисты набрали. А мы тут при чем? Спрашивайте свои деньги у Горбачева. Но Россия поступила честно и справедливо, дотошно исполняя обязательства СССР. Жаль, что так поступили не все. Брали в рублях, вот и забирайте за долгие годы сотрудничество между СССР и Нью-Дилией, задолженность индийской стороны только росла. В конечном итоге она достигла суммы в 16 миллиардов долларов. Казалось бы, солидная сумма и отдавать ее индийская сторона не торопилась. Да никто ее особенно и не подгонял. Все прекрасно понимали, что долгосрочные кредиты, они на то и долгосрочные, чтобы возвращать их постепенно. Но ушлые индусы решили дождаться выгодного момента. И он настал, Советский Союз рухнул. Россия, получив право на возврат долга, рассчитывала на выгодные условия. Однако власти Индии не собирались играть по-джентльменски. Они решили воспользоваться моментом. Деньги вернули в рублях. И вроде никаких вопросов быть не должно. Кредит брали в рублях, вернули в рублях. Вот только деньги индусы получали в советских рублях. Крепкая валюта, конкурент доллару. А вернули уже в российских. Надо ли говорить, что возвращенные средства даже близко не были эквиваленты сумме в 16 миллиардов долларов. По нашим прикидкам, Индия не вернула и десятой части долга, юридически покрыв его весь. Как не пытались оспорить такой возврат российские власти, Индия стояла на своем, брали в рублях, вот и забирайте. Индия на сегодняшний день является одним из основных покупателей российской нефти. Западные страны сырье покупать отказываются, а Китай пока не может выйти из пандемийного кризиса. Москва сильно зависит от продажи нефти, вот в Нью-Деле и решили на этом поспекулировать. Россияне хотели получить положенные деньги в качестве оплаты, а индусы искали возможность, чтобы эти самые деньги не платить. И напоминая, о возвращенных советских долгах никакого толка не имели. Вероятно, индусы решили использовать схему лихих 90-х. Получаешь дешевую нефть, закидываешь ее на своим ПС и на выходе получаешь готовые нефтепродукты. Поскольку Запад отказывается покупать топливо из России, индийская продукция пользуется хорошим спросом. Может вам пора в отставку, госпожа Матвиенко. Глава диаспоры Узбекистана оскорбился высказыванием спикера Совета Федерации. Все началось с выступления министра образования в Совете Федерации на парламентском часе, где госпожа Матвиенко критически отозвалась об уровне образования в Российской Федерации и качестве школьного и подсобного материала. Ответ не заставил недолго ждать и пролился он из уст некоего господина Усмана Баратова, который позиционировал себя как глава узбекского землячества Тандош. Этот ответ цитировать дословно смысла нет, но основные тезисы необходимо выделить и постараться сохранить стилистику. Своим выражением, если подумать, она хотела сказать, что какой-то гастарбайтер необразованный писал. Позиция госпожи Матвиенко, что гастарбайтер это необразованное, низкое какое-то такое создание. Она отдает себе отчет, о чем говорит. Может вам пора в отставку, госпожа Матвиенко, резюмировал он. Вот так глава диаспоры Узбекистана оскорбился высказыванием спикера Совета Федерации. И дальше сравнил в своей речи Путина и Медведева с гастарбайтерами, приехавшими из Питера на заработки в Москву. При этом отметил, что первая женщина-министр это Идгарна Срединова, уроженка Ферганской области в республике Узбекистан. Речь была длительной и обстоятельной, она закончилась требованием публичных извинений от госпожи Матвиенко. Даже любопытно, как она на такое требование отреагировала. Теперь любопытно рассмотреть некоторые аспекты истории. Узбекистан как государство образовалось после нашествия ахименидов в VI веке до нашей эры. Следующий этап государственности этого государства стало поклонение Александру Македонскому. Так и пошло-поехало. Полную государственность Узбекистан получил в 1924 году в составе Советского Союза. Именно в этот период эта страна превратилась в индустриальное государство с развитой промышленностью и сельским хозяйством. А вот с 1 сентября 1991 года Узбекистан объявил себя независимым государством и заявил о своем суверенитете. Любопытно, к чему пришли. Теперь еще немного об истории. Во времена правления Ивана Грозного пришлых отвечали, им нельзя было выступать свидетелями в суде. Возникает вопрос из следующего, почему у русских такая любовь к иностранцам? Что происходит в регионах в разные времена привечали и французов и немцев, чем закончилось известно всем. Теперь привечаем других незаменимых специалистов. Единственный человек, который не постеснялся ответить этому незаменимому специалисту вице-спикер Госдумы Петра Толстой, который написал, Все эти национальные диаспоры, землячество общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Они подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков и крышуют нелегальный бизнес. Увы, это реальность. Организации отстаивают интересы национальных меньшинств и лоббируют их интересы, примером тому служит случай из моей жизни. Товарищ занимался торговлей сантехникой в 90-е годы, организовал прямые поставки из Польши необходимого оборудования, прямо от производителя. Мы уже так привыкли к словосочетанию санкций Запада, что для нас это стало нормой. А помните первое ощущение, когда прозападники из всех утюгов вопили, что нас задушат и теперь у нас не будет ни технологий, ни сотовых телефонов, ни машин, ни компьютеров, ни программного обеспечения к ним. И доллар будет за 200, и экспорт-импорт загнется, и во всем виноват. Что-то не слышно больше этой песни. Хотя кто такое, где у нас порой еще пытается напустить скуки и нагнать жути, что у западных санкций еще все впереди, что они нас обязательно дожмут. Что ж подождем. Ждать мы умеем. Наш президент давно всем доказал, что терпение ему не занимать, и нас этому учит, ежедневно показывая пример выдержки и спокойствия. Санкционные пакеты оказались гнилыми. Качеством они явно не блещут. Немецкость окончательно распотрошила немецких производителей и продала все их схемы с потрохами. Выяснилось, что немцы без российского рынка просто сдыхают совсем. У них и так дела, как сажа бела. А тут еще запреты на обычную торговлю своими товарами. Совсем с ума сойти. Чтобы не разориться окончательно, они придумали свои схемы доставки собственных товаров на рынке России. Гонят все, что только могут. Экспорт прет через третьи страны рекой. В этом плане странными прокладками являются Белоруссия, Турция, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Китай, Гонконг. Чтобы окончательно отвести от себя все подозрения, немцы осуществляют отгрузку своих товаров с территории Польши. Хитро придумано. Якобы поляки, которых вообще сложно заподозрить в симпатиях к России, отгружают товары в Гонконг, Турцию или Китай и везут их в Белоруссию. После пересечения белорусско-польской границы товар декларируют вновь. Покупателем уже выступает российская компания, а продавцом – компания из Гонконга или таможенная статистика больше не показывает, что товар прибыл из Западной Европы. Понятно, что до Гонконга товар никогда не доедет и пунктом его назначения будет любой российский город, где его просто примут и растаможат. И так работают большинство заводов ФРГ, которые еще хотят выжить. Но как при этих схемах красиво бьют себя в грудь немецкие политики, которые каждый раз выступают за новые и новые санкции? Рьяные ребятки делают вид, что совершенно не в курсе проводимых торговых схем. Однако ств четко прописывает, что в курсе все, все, кто в этом участвует, знают об этом таможенники, транспортные компании, а также западноевропейские экспортеры. Все хотят продолжать зарабатывать деньги. Так что с политической точки зрения санкции существуют только на бумаге. Так и есть.